Всем привет! Давно что-то не общались, а у меня тут какие-то лишние минут 15-20, не знаю, пока телефон не разрядится. У дочки сегодня праздник был на катке, а потом они вон полезли на горы лазить. Так что можно немножко поболтать, поотвечать на ваши вопросы, если они вдруг есть. А то что-то давно не выходил в прямой эфир, не считая занятий, даже что-то это, стримов на ютубе давно не было. Надо будет что-нибудь такое провести. Давайте договоримся, что когда там 150 тысяч будет, а это будет через пару недель, наверное, на основном канале, тогда проведем какой-нибудь стрим большой, про поболтать, как вы любите. Да-да-да, всем привет! У меня вчера это последний рабочий день, ну как рабочий, последний день, когда я веду занятия, был в этом году, и как-то немножко такое отдыхательное настроение. Можно две недели не думать про занятия. Что там с переносом профиля? Там же вроде не профиль перенесли. И пока просто отменили досрок, сказали, что досрока точно не будет. И базу отменили, да, что базового уровня тоже не будет в этом году. УГЭ там все отменили, кроме русского и математики. В общем, там такие забавные, конечно, изменения. Ну, то есть, надо понимать, что это означает, что министерство не верит в то, что к маю ситуация сильно улучшится. А это значит, что не стоит рассчитывать на то, что дистанционку отменят. Похоже, что это точно до конца этого учебного года, и не факт, что в следующем будет сильно лучше. Как собираетесь Новый год отмечать, куда поедете? Нет, вряд ли я куда-то поеду. Как раз так просто отдохнем тут с семьей в Долгопрудном. Будем с детьми на горку кататься, там, на плюшках этих. Еще что-нибудь такое. Ну, в общем, такое. Без чего-то экстремального. Ехать никуда не хочется. Хочется просто тупо отдохнуть. Что думаете про добавление комплексных чисел в ЕГЭ? Мне кажется, что это глупость какая-то. Скорее всего, это... Ну, то есть, вполне нормально было бы добавить комплексные числа куда-нибудь в конец части С. Ну, потому что в профильных классах все равно комплексные числа изучаются, и можно давать какие-то содержательные задачки на комплексные числа. По крайней мере, вот когда я школу заканчивал в официальном экзамене, который был для математических классов, были комплексные числа, и никто этому не удивлялся. Но их же добавили в первую часть, да? В часть, которая типа для всех, которую должны уметь решать просто ребята, которые учатся в обычной школе, там, на четверочке. А насколько я понимаю, комплексные числа в обычных школах вообще не проходят. Их, по-моему, нет в большинстве учебников. Ну, если в каких-то учебниках они есть, там, обычно под звездочкой или еще как-то. Ну, либо в учебниках, которые ориентированы на математические классы. А на массовую школу выкатывать содержательную задачу на комплексные числа. Ну, в общем, мне кажется, что... Это какая-то странная история. Скорее всего, это никакого отношения к реальному ЕГЭ не имеет. Почему вдруг сейчас решили выкатить какой-то проект ЕГЭ-2022? Не знаю, я к этому бы не относился серьезно. Пока не будет демоверсии, то есть, там, до сентября 2021 года вообще не думайте про это. У нас в обычной школе физмат-классе есть... Ну, я говорю, комплексные числа, да. Есть физмат-школе, в физмат-классе это нормально, что... Ну, в смысле, если это физмат-класс, понятно, что там изучают математику на углубленном уровне. Вот, но добавлять комплексные числа в первую часть, которая предполагается, что ее должен уметь решать любой школьник, это довольно странно. Когда видос про векторочки? Да давай я не буду ничего обещать. Потому что я вам что-нибудь пообещаю, а потом чувствую себя неловко, что я наобещал всем, что когда-то что-то будет интересно, а всего этого не выходит. Я кому-то уже инверсию обещал, кому-то еще что-то обещал. Если вспомнить все, что я кому-то обещал, то это на целый год хватит роликов. Поэтому давай ничего конкретного обещать не буду. Потому что, ну, вот сейчас хочется немножко отдохнуть. У меня вообще, видишь, там последние пару недель мало чего выходило. Просто потому что вот вообще сил ни на что не хватало. Ну, а если хватало, то вот такие ролики, типа я вот сажусь и полчасика быстренько что-то решаю, и все. А на какие-то содержательные ролики, где нужно что-то продумать, как это лучше рассказать, в каком порядке и так далее. Вот. На это мне пока что-то не хватает. Так что будут векторочки, но когда, я не знаю. Как можно подготовиться к математике, физике в универе уже в 10 классе, чтобы прийти уже понимать, что к чему. Ну, мне кажется, в 10 классе это довольно бессмысленно. Все-таки в 10 классе старайся школьную математику, физику понять. То есть обычно я советую ребятам лето перед первым курсом. Если есть желание позаниматься, вот лето перед первым курсом можно потратить на то, чтобы прокачать там математику, физику или там то, что вам нужно. Уже когда ты сдал все экзамены, когда ты поступил и понимаешь, куда ты поступил, после этого уже проще. Ты можешь найти учебники, задачники, по которым учатся в конкретном вузе на конкретном факультете, то, куда ты хочешь, и заранее вперед немножко порешать. Тогда тебе будет проще на первом курсе. Но в 10 классе лезть в темы вузовской программы, ты лучше более глубоко изучишь школьные темы, чтобы тебе было проще там перечни в Олимпиады затащить, чтобы ЕГЭ написать на 100 баллов. Мне кажется, что сейчас лезть в то, что ты будешь изучать на первом курсе, большого смысла нет. Стоит ли поступать в СУНС в 11 классе? Атмосфера в школе совсем угнетает. Вот, перейти на домашнее обучение, люблю здесь в лице какой. Ну, в принципе, да, если ты понимаешь, что то место, где ты сейчас учишься, тебе не очень нравится, то можно перевестись в какие-то сильные школы, в том числе и такие, которые с интернатом. Но только нужно понимать, что это тоже довольно тяжело. Но в смысле, что туда переведешься, там уже довольно сильные ребята. Которые не первый год там учатся чаще всего. Да, в тот же СУНС обычно с 10 класса большинство людей поступает. Вот, и в 11 классе там никто не будет с тобой нянчиться, да. То есть тебе нужно будет как бы нагонять все то, что они углубленно прошли в 10 классе. И там вот стараться углубленно понять, что они проходят в 11, и при этом ты можешь упустить возможность хорошо подготовиться там к тому же ЕГЭ. Пока ты будешь все это наверстывать, какие-то темы могут пройти мимо тебя. Поэтому, не знаю, в общем, это тут надо самому решать. Может быть, и стоит... Ну, то есть ты выбирай не самую-самую крутую школу, а просто школу, где хорошо готовят, да. Что тебе не нужно прямо... Просто в 11 классе это тяжело начинать. Начинать учиться в сильных школах в 11 классе, это прям очень сложно. То есть я вот переходил в 8 классе, и это тоже было уже непросто, да. Перейти в школу, где есть ребята, которые уже несколько лет довольно усиленно занимались. И какое-то время там с полгода уходит на то, чтобы просто всех догнать. А в 11 классе обычно нет лишнего времени, чтобы этим заниматься. Здравствуйте. Долго сидеть трансляции не могу. Хочу сказать только, что хотелось бы увидеть видео про функцию модуль. Но я подумаю, что-то все про модуль спрашивают. Мне кажется, что там про него нечего рассказывать. Что такое модуль? Модуль это просто абсолютная величина числа. Взяли и знак стерли у числа, и все. Если был положительный, ничего не сделали. Если был отрицательный, то вот, вот, как бы стерли знак минус. Все, про него нечего рассказывать особенно. Эта функция гораздо проще, там, не знаю, чем квадратичная функция, да. Чем, чем квадрат... как это называется? Ну, в общем, чем парабола, да, чем гипербола, чем окружность. Это самое простое, что может быть после линейной функции. Поэтому я не очень понимаю, когда вы как-то пугаетесь модуля. Взять модуль от числа, это проще, чем любая другая операция. Там, взведение в квадрат, извлечение корня, логарифм, синус. Почему вы так модулю боитесь, я не понимаю. Отдыхая за просмотром ваших роликов, хотелось бы больше алгебры 7-8 класса для ребенка. Сам смотрю и пересказываю дочери, школа не справляется. Да, я, ну, меня... Посмотрим, в общем, наверное, что-то будет. Но почему-то у меня аудитория сейчас такая более возрастная. Старшеклассники, студенты и вот люди, кто давно-давно закончил школу. Поэтому, когда появляется какой-то контент для ребят помладше, его как-то не очень смотрят. А когда не очень смотрят, это немножко демотивирует создавать его дальше. Ну, вот какой-то был ролик про задачку. Причем, довольно содержательную задачку из ОГЭ, там, по геометрии. Ну, то есть, фактически, это и есть, ну, какой-то 8-й, ну, может, 9-й класс. Но вот что-то его не очень посмотрели. Я подумаю, надо что-то сделать интересное. Какой-то день, и Трушина опять куда-то идет. Нет, Трушина опять куда-то стоит. Я говорю, у меня тут дочке был праздник какой-то на катке. Вышли, они говорят, о, тут горка какая-то. И полезли на горку. Вот, поэтому у меня есть минут 15, пока они играют. И можно с вами поболтать. А может, побольше. Вот. Так что Трушин никуда не идет. Трушин опять куда-то стоит. Только что сдал экзамен кудефурам в вышке на втором курсе. Мне кажется, что Матан намного проще. Ну, Матан, конечно, проще. Ну, как бы Матан, это, наверное, самое простое, что есть в институте по математике. Ну, для кого-то, может быть, там, алгебра проще, линейная алгебра. Но в целом Матан, это такое довольно естественное продолжение всего того, что было в школе, поэтому проще. А чтобы дифуры, это же нужно весь знать Матан, и плюс к нему еще куча разных настроек. Понятно, что дифуры сложнее, чем математический анализ. Расскажите про лабораторию, предсказательную модель. Ну, ты что, извините, я не могу. Я про МФТИ знаю, у меня и так уже знания какие-то устаревшие, потому что я 4 года туда не заходил. А так, чтобы про каждую конкретную кафедру, лабораторию, МФТИ рассказать, не. Я не разбираюсь в этом совсем. Это надо, знаешь что, найти просто людей, кто там учится, да, кто прикреплен к этой лаборатории. Найти их ВКонтакте и поспрашивать. Мне кажется, что это самый простой способ что-то узнать. У нас после интегралов прошли дифуры, и это очень неожиданно лично для меня. Вы будете про них что-то объяснять? А, прикольно. В школе, да? Ну, в школе, когда вот я преподавал в школе, в сильной физмат-школе, у нас в 11 классе тоже интегралы, потом дифуры. Ну, там простейшие какие-нибудь, да, с разделяющимися переменными или то, что называется эти линейные уравнения. Ну, то, что для физики, наверное, нужно, там у вас и учат. Ну, может быть, что-то будет. Ну, просто по-честному это рассказывать довольно сложно. Ну, так вот, по-честному, как в ВУЗе на втором курсе. Вот. А на пальцах не всегда получается корректно, потому что, ну, надо что-то понимать про производную. Ну, может быть, да. Может быть, стоит сделать вот для таких ребят, кто хочет на физическом уровне строгости понимать что-то про дифференциальное уравнение. Будет в ближайшее время разбор каких-то олимпиадок. Я надеюсь, что будет. Может быть, даже какие-то стримы будут в январе, потому что у меня чуть-чуть освободилось время. У меня был такой большой полугодовой курс по подготовке к первичневым олимпиадам. И вот на этой неделе были последние занятия. И поэтому у меня есть какое-то время среди недели, которое обычно было занято под занятия. Может быть, я в это же время и поустраиваю стримы про первичневые олимпиадки. Посмотрим. Ну, про первичневые, может быть, даже про регионалку. Вы уже успели переболеть? Если ты про коронавирус, то вроде нет. Скорее всего. Не знаю. Ну, по крайней мере, симптомов никаких не было. Может быть, как-то бессимптомно. Но вот жена, ну, ей там нужно было, она анализы сдала. И у нее никаких антител нет. Ну, хотя говорят, что через там 3-4 месяца после того, как переболеешь, они все равно исчезают. Поэтому, может быть, переболели весной. Тут, понимаешь, если это... Как это понять, если ты этого ничего не чувствовал? Ну, так, чтобы прямо болеть-болеть, я не болел. Здравствуйте. Как вы относитесь к ведению математического анализа? Введению. А, не введению, а введению. Математического анализа в университете. Сам предмет очень интересный. Но ДЗ, и в частности контроль на работу, заключается в простом применении формул, где главное не ошибиться. Ну, это и есть такой минус. Это проблема не только преподаванием от анализа. Это проблема, на самом деле, всего образования. Вот. Потому что, когда начинается преподавание не ради преподавания, а преподавание ради сдачи экзамена, и это все очень грустно. Да. И во многих вузах, вот на физтехе мне тоже это не очень нравилось, многие преподаватели, их цель не в том, чтобы научить тебя решать задачки, да, на семинарах. Ну, чтобы ты разобрался, понял все это. Какие-то сложные, красивые, интересные задачки и так далее. А они смотрят, как устроены контрольные, да, ну, экзаменационные, то, что в конце семестра. Ну, и как бы научивают тебя решать задачи из этих контрольных. И очень многие ребята, вот, научились решать задачки из контрольных, но не очень понимают, в общем, вот, анализ в целом. И это такой довольно большой минус. Не знаю, почему-то и в школе, и в вузе почему-то считается, что, ну, какой-то средний уровень студента, школьника не очень, и поэтому всех не научишь чему-то интересному. Поэтому давайте просто попробуем научить всех решать какие-то базовые, стандартные задачки, научить, там, действовать по определенному алгоритму. И тогда у всех будет иллюзия, что все что-то знают. Да, но это, конечно, довольно стрёмно. Ну, в том числе у себя на канале я пытаюсь делать что-то другое, да. То есть даже когда я готовлю ребят на курсе, там, к ЕГЭ, моя цель не в том, чтобы научить их каким-то алгоритмам, доскать их на решение определенного типа задач, а в том, чтобы научить их математике так, чтобы они могли решить все, что угодно, в том числе и то, что будет на ЕГЭ, да. Какое-то вот, чтобы они понимали каждый шаг, который они делают, чтобы они понимали, как правильно рассуждать, чтобы прийти к решению. Мне кажется, это гораздо важнее, чем научиться решать конкретную задачу. Но, не знаю, мне кажется, наверное, где-то есть приличные места, приличные преподаватели, которые пытаются не просто натаскивать на определенный тип задач, а пытаются действительно учить, но кажется, что таких не очень много. Везде не очень много. Это никак не связано там с конкретным местом, конкретным вузом. Какими уравнениями вы занимались во время вашей учебы в университете? Я не понял вопрос. Никакими уравнениями. Ну, в смысле, ты имеешь в виду, как наукой занимался? Наукой я не совсем уравнениями занимался. Но сейчас в двух словах я не расскажу, в чем заключались мои занятия наукой. Аспирантура в 30 лет поздновато. Ну, почему поздновато? Если ты понимаешь, для чего это нужно, то почему нет? На самом деле, по большому счету, знаешь, в России большой перекос. Не знаю, хорошо это или плохо. Но то, что там ребята заканчивают школу в 16-17 лет, да, и там сразу поступают в вуз. Значит, там где-то в 22 они этот вуз заканчивают, идут в аспиратуру, в 25 они уже кандидаты наук. Вот. На самом деле, в мире все немножко не так. У меня там есть знакомые ребята со всего мира. И вот в Германии, например, я общался с одним мальчиком. Ну, как мальчиком. Он старше меня был лет на 5, но это было давно. Это было лет 15 назад. И он удивлялся, как это я там в 25 уже кандидат наук, потому что у них школа там до 20 лет где-то, 21 даже. После этого обязательная армия, а если не армия, то какая-то альтернативная служба. Вот он пошел в альтернативную службу. Там то ли 2, то ли 3 года он отслужил. Ну, какой-то срок. Может быть, я вру, может, полтора. Вот. Только после этого он поступил в ВУЗ. То есть он поступил, когда ему было где-то там 22-23 года. Отучился 5-6 лет. То есть он к 30 годам, ну, там, может, к 27, только-только закончил ВУЗ. То есть у них, в принципе, невозможно, чтобы ты стал кандидатом наук. Ну, у них это PHD называется, да? Раньше 30. Поэтому, в принципе, 30 лет – это, ну, нормальное время для, там, старта научной карьеры, если тебе это интересно. Как готовиться к перечне, если хочется победу взять в 11 классе, а сейчас в 10? Ну, мне кажется, на победу не стоит рассчитывать. То есть лучше все-таки участвовать в куче разных олимпиад. Там, не знаю, если ты хочешь на физмат направление отдельно математика, отдельно физика и надеяться зацепиться за диплом по математике, диплом по физике и по каждому предмету иметь 100 баллов. Потому что, ну, каждый из этих олимпиад, чтобы стать победителем, это надо, там, в топ-5% где-то попасть. Ну, это довольно сложно. И там очень многое зависит не только от уровня твоего знания, там, но и от везения. Поэтому рассчитывать, готовиться так, чтобы зацепиться за какой-то диплом призера на одной из олимпиад, можно. А как-то усиленно готовиться к каким-то конкретным олимпиадам с надеждой, что ты обязательно станешь победителем. Ну, это такая довольно стрёмная история. Ну, шансов на то, что ты реально станешь победителем, не очень много. Особенно, если ты никогда круто не занимался олимпиадами и хочешь начать только сейчас. Да, потому что таких же ребят, как и ты, тысячи, десятки тысяч, да. И в честь чего ты будешь самым лучшим из них, ну, там, войдешь в сотню самых лучших, непонятно. Вот, поэтому готовиться и рассчитывать на призера, это нормально. Готовиться, чтобы на сто процентов стать победителем, это не очень правильный подход. Маловероятно, что это произойдет. Как я общался с ним на каком языке? С немцем на английском. Ну, он тоже английский более-менее знал. Ну, как бы, ну, все почти на английском общаются между собой. Ну, по крайней мере, в научной среде считается, что английский язык нужно знать. Потому что, ну, большинство конференций там на английском языке. Поэтому на английском языке обычно все и общаются. Сильно ли отличается планиметрия на физтехе в одиннадцатом классе от ЕГЭшной шестнадцатой? Она бывает чуть-чуть более рутинная, чуть-чуть, может быть, более содержательная. Но никаких дополнительных фактов использовать не надо. То есть, там ничего нет выходящего за круг вопросов, которые есть в ЕГЭшной. Так что, если ты, в принципе, хорошо решаешь шестнадцатую задачку из ЕГЭ, то, скорее всего, ты решишь и физтех. Ну, просто ты шестнадцатую задачку из ЕГЭ решаешь минут двадцать. Ну, физтех ты будешь решать минут сорок. Ну, вот разница только в этом. В том, что там обычно чуть-чуть более сложная конструкция, поэтому чуть-чуть больше нужно сделать шагов. Но в целом как-то так. Почему вы решили оставить занятия наукой, перегорели? Ну, тут смотри. Такая история, что математикой, чистой математикой в России довольно сложно заниматься. Вот. Ну, есть там пара-тройка мест, где можно сидеть, заниматься. И за это даже какие-то деньги платят. Но людей математиков сильно больше. Поэтому нужно было либо в какой-то момент переезжать и заниматься математикой где-то еще, где-то за границей, да. Ну, либо заниматься чем-то другим. Ну, пока ты молодой, зеленый, и у тебя нет семьи, нормально заниматься наукой как хобби параллельно с основной работой. Но в какой-то момент становится понятно, что чтобы в науке что-то достичь, нужно заниматься не как хобби, а там по-настоящему пять дней в неделю. А когда за это ничего не платят, то это довольно тяжело. Вот. Поэтому в какой-то момент я сначала подумал, что я поставлю на паузу науку. Больше уделю времени преподаванию. Но вот как поставил на паузу, ну, сколько? 12 лет назад. 12 лет назад защитился. Ну, было там пару-тройку статей, но в целом с тех пор я больше ничего не делал. Да, базу отменили в 21 году. Вчера, вчера, вчера было сообщение об этом, что базового уровня не будет. Ну, потому что такая ситуация в стране. Спасибо вам за то, что вы делаете. Ваше видео действительно мотивирует. Хорошо. Планируете делать коллабы с другими каналами? Ну, скорее нет, чем да. Ну, по крайней мере, в ближайшее время. Потому что у меня, я говорю, не особо хватает времени, чтобы для своего канала что-то делать. А чтобы сделать коллаб с другими каналами. Это нужно на порядок больше времени. Согласовывать туда-сюда, обсуждать тему. Ну, смотря какой коллаб, да. Вот как мы в прошлом году делали с Вайлд Мессингом. Там от меня ничего почти не требовалось. Мы с ним потратили минут пять в переписке, чтобы обсудить какую тему. Потом я сам у себя в студии записал свою часть видео. И дальше, как бы, он сам в это все встраивал в логику своего ролика. И сам все монтировал. Поэтому вот такой коллаб, это несложно. Вот, если кто-то предложит, наверное, что-то такое можно сделать. А вот так, чтобы вместе что-то пилить содержательно, это, конечно, довольно тяжело. Ну, Саватеев говорил, что звал вас. Ну, Саватеев, наверное, просто мне пишет иногда. Вот, давай что-нибудь сделаем. Ну, вот на таком уровне, да. Без каких-то конкретных предложений. Поэтому. Ну, то есть на таком уровне, типа, давай, ты придумаешь что-нибудь, и что-нибудь вместе сделаем. Ну, или, по крайней мере, сам он не озвучивает, что он такое хочет сделать. А я говорю, у меня вот сейчас на какой-то интересный креатив времени что-то совсем нет. Вы точно меня не помните. На зимней олимпиадной школе в Фоксово, да вы мне автограф дали с пожеланием поступить на физтех. Так вот, я на футме. Спасибо. Это давно было, да? Это в Казани было, да? Правильно я помню? Помню, наверное, что-то. А про графы, про элеры? Или там надо будет передоказать, уже забыл. Да-да-да-да-да, вот про... Ну, то есть у него было видео про многогранники, а я встроил туда вот рассказ про то, что это сильно связано с плонарными графами. Да, вот был такой ролик. Сто лет назад. Ну, не сто лет, год назад ролик вышел, да, перед Новым годом в прошлом году. У меня вопрос. Если в десятом классе вспомнить, повторить всю базу, то логично нарабатывать ЕГЭ или попробовать с Олимпиадами что-то. Ой, ну смотря какой у тебя уровень. Ну, как бы и то, и другое. На самом деле, если ты чувствуешь себя силой, тебе хочется поступить в довольно топовые вузы, где нужно много баллов, то понятно, что нужно стараться зацепиться за какие-то Олимпиадки и потратить на это какое-то время, да, поготовить. Все равно это зря не уйдет. Если ты готовишься к первичным Олимпиадам, то все, что ты для этого делаешь, пригодится тебе и на ЕГЭ. Ну, потому что на ЕГЭ те же самые задачки, только попроще. Поэтому, если у тебя есть силы, желания и вера в то, что ты сможешь научиться решать более содержательные задачки, чем в ЕГЭ, то, конечно, в первую очередь нужно попробовать сыграть в эту игру с Олимпиадками. А, ты про это. Просто мы зимней школы называли январский. Нет, тогда помню, конечно. Это не так давно было. Да, хорошо. Все, я думал, что ты... Я начал вспоминать, что историю какую-то там трехлетней давности, когда у нас была зимняя школа на новогодние праздники. Вот. А Менделеев это я помню, да. Страна в ожидании новой рубрики. В смысле, еще одной новой рубрики или третьего видео в рубрике про вызов. А как доказать такое для любых многогранников? Или доказать, что любой надежды такая плоская, что проекция... Так оно так и доказывается. Ну, то есть, как бы, один из способов это сделать некоторое преобразование так, чтобы одна грань стала очень большой, а потом на нее все спроецировать. Вот. Можно, конечно, в явном виде для многогранников доказывать. Теория Мейлера. Вот. Но, в принципе, можно довольно простыми рассуждениями показать, что из любого многогранника можно сделать планарный граф. Самое сложное — это написать русский на плюс-минус 100 баллов. На самом деле, нет. На самом деле, как бы, если ты задашься целью, даже если тебе это не нравится, да, и потратишь на это, там, пару месяцев, то выйти на уровень стабильно писать ЕГЭ по-русскому на 90+, это не суперсложный навык. А если еще побольше уделить времени и внимания, то можно и на 95 легко писать. То есть это все-таки... Ну, русский язык — это не что-то такое запредельное, да. Главное. Главное — не бояться. Просто многие, там, особенно те, кто считают себя такими тру-технарями, считают, что русский — это ниже их достоинства, и поэтому вообще не готовятся, и в итоге сдают, там, на 100, 100 плюс 60 и никуда не поступают, куда хотели. Почему у вас мало видео по стереометрии? Будут ли новые? Ну, мне кажется, по стереометрии довольно много задач. Там были и всякие теоретические вопросы, были и разборы задачек с ЕГЭ, были даже стримы по стереометрии из Олимпиады физтех. Мне кажется, что стереометрия не то, что прям сильно обделена у меня на канале. Интересуетесь ли вы физикой и занимаетесь ли ей? Ну, в смысле, я закончил физтех, поэтому физику в каком-то виде знаю. Вот, на уровне физтеха. Но знал, по крайней мере, 15 лет назад. Ну, и тогда занимался вот на уровне студента. А дальше... Нет. Ну, как бы... То, чем я занимаюсь, мне физика не очень нужна. Поэтому вот знания остались какие-то остаточные из физтеха. Все, что ли, вопросы заканчиваются? А мне как раз это пальцы начинают отмерзать, и телефон почти совсем сел. Что, мы можем прощаться, если вопросы закончились? Ладно? Все, ладно, ребят. Если вопросов больше нет, всем большое спасибо за то, что подключились. Борис Викторович, а математика для вас это просто работа, или все-таки что-то больше? Сложный вопрос. Ну, математика – это вся моя жизнь. Все, чем я занимался в своей жизни – это математика. Начиная от преподавания в школе, заканчивая занятия серьезной наукой. По дороге там, не знаю, всякие олимпиады, там кучу раз всяких школьников, студентов возил на всякие всероссийские международные мероприятия, еще чего-то. То есть, все, чем я занимался в своей жизни, так или иначе, это все математика. Поэтому для меня математика – это почти там равно всей жизни. Все, ребят? Всем большое спасибо за то, что подключились. До свидания. Увидимся когда-нибудь еще. Я надеюсь, что еще когда-то дети захотят погулять, и мне будет скучно, и я решу с вами поболтать. Всем пока.